ну что всем здорово еще раз меня зовут макс хиггер кто не знает вдруг может быть хотя странно да быть на меня подписанным быть у меня в друзьях и не знать кто я ну что сегодня вот хочу разобрать такую тему как а вообще надо планировать свою жизнь или не надо потому что одни говорят туда нет не надо планировать другие говорят да ты что надо обязательно конечно и это типичная проблема проблема ума потому что ум это такая дуалистичная вещь она все время пытается выбрать только одну крайность то есть он вот такими дихотомиями мыслит то есть либо вообще не нужно планировать либо нужно планировать все вот почему-то каких-то оттенков между да вот как-то это часто у людей упускается да и часто из этого возникает множество всяких философий да вот например одна философия живи абсолютно спонтанно я эту философию последние несколько лет очень хорошо прочувствовал прожил вот все замечательно ты такой весь спонтанный только есть одна проблема перестали деньги зарабатываться знаете как вот есть одна проблема деньги не идут то есть ну вот есть так разумно смотреть раньше я все-таки планировал до раньше было какое-то планирование определенное целое целеполагание деньги шли сейчас я достаточно долго жил и как-то цели особо не ставил но они были то есть определенные там духовные цели были до материальные цели особо не ставились планирование особо не присутствовало в жизни в результате что в результате финансовые потоки прекратились то есть есть только то что было заработано тогда когда я все-таки занимался неким планированием созиданием некой системы до налаживанием определенных процессов жизни вот поэтому ну стоит ли планировать или нет но это вот для вас хороший вопрос если вам все-таки нужны деньги если вы хотите иметь какие-то процессы созидательного характера своей жизни да то придется придется вносить определенное планирование вашу жизнь но с другой стороны не надо доводить это до полной запланированности потому что это тоже я проходил на своем опыте когда ваша жизнь абсолютно запрограммирована в будущем но вы становитесь машиной да то есть становитесь роботом у вас фактически вы живете по схеме по плану который вы все время рисуете еще и некоторые люди стараются жестко по схеме все делать но как говорится золотая середина всегда где-то посередине да и есть место и планированию есть место и спонтанности и вообще нужно разумно жить то есть нужно исходить из текущего положения вещей смотреть что сейчас адекватно то есть где то есть место адекватно для планирования а есть где то место для того чтобы увидеть что сейчас нужно отпустить какие-то планы да не цепляться за них и спонтанно обработать какую-то ситуацию или например я вчера что-то запланировал на сегодня и типа сказал вот обязательно жестко это надо делать сегодня просыпаюсь и понимаю что день вообще по-другому идет да то есть все складывается по-другому и пытаться бороться то есть вот еще одна ошибка пытаться бороться с тем как все идет и жестко пытаться придерживаться своим планам это тоже странная неадекватная стратегия а как же такая вещь как доверие к вселенной ну смотри что ты имеешь ввиду вселенная то что это что то что происходит вокруг тебя да то есть вот те вещи которые происходят вокруг тебя в жизни вот это ты воспринимаешь что-то да это вселенная смотри эти все вещи это некие процессы то есть если так вот посмотреть на это это же некие процессы некие явления некие ситуации каждая ситуация это какой-то всегда процесс вот обрати внимание процесс а процесс это некий цикл действия всегда что-то происходит какие-то вещи которые происходят ну очевидно ты на них в данный момент не особо можешь повлиять но какие-то вещи совершенно четко видно что требует управления поэтому опять же находясь в уме ты можешь впадать в крайности ты можешь вообще снять себя ответственность и типа болтаться как какашка в том что происходит это одна крайность другая крайность это взять на себя ответственность за все то есть пытаться влиять абсолютно на все что тоже нереально да то есть ты можешь находиться и в той крайности и в той это неправильно это неправильно есть вещи за которые важно нести ответственность и ими есть вещи которые но во всяком случае сейчас не подлежат твоему управлению то есть очевидно они слишком какие-то большие слишком интенсивные и вообще ну вот ты не влияешь на них просто на них не влияешь поэтому как тебе поступать в той или иной ситуации надо смотреть на конкретную ситуацию и нужно понимать что если ты будешь про не придерживаться какой-то крайности например абсолютно прекратить планировать абсолютно прекратить ставить цели но ты превратишься в следствие от того что происходит понимаешь ты станешь следствием от вселенной а можешь быть все-таки в достаточной причинности в отношении того что происходит где тебе быть я вообще без понятия но лично для себя я понял вот эту вещь что не нужно опускать ручки и пускать все на самотек это заканчивается тем что ты начинаешь деградировать и все вещи вокруг начинают управлять твоей жизнью понимаешь что есть все окружающее начинает управлять тобой и ты становишься следствием ты попадаешь в состоянии жертвы если ты хочешь быть в состоянии жертвы и если источники изнутри тебя абсолютно не хочет проявляться как-то и создавать что-то но пожалуйста находить в этом я не хочу тогда такой вопрос а как перестать волноваться потому что если волноваться то и планирование превратиться в какой-то отголосок невротических реакций ума волноваться ну а что такое волнение вот хорошо вот давай рассмотрим а что такое волнение а что такое волнение вот смотри есть процесс некоего адекватного отношения к происходящему и оперирование с ним то есть что-то если я могу делать я это делаю да если я что-то не могу делать либо это откладываю на потом либо я это не делаю просто сейчас до либо вообще отказываюсь то есть вот я что-то пытаюсь сделать и и снова и снова и снова она не делается по поводу чего мне волноваться то есть волнение это всегда правильно ты сказал невротический процесс всегда потому что ты волнуешься по поводу мыслей хочу волноваться по поводу мыслей нужно волноваться по поводу ну даже не волноваться а нужно словно быть в понимании что единственное что имеет смысл это оперирование с тем что происходит сейчас то есть ты делаешь все что возможно и вот в данной ситуации ночью волноваться вот например смотри например например я купил билет на самолет до например я запланировал поездку и купил билет на самолет и вот так складываются обстоятельства я вижу что так складывается обстоятельства что я не успеваю на самолет раньше я по этому поводу так парился так волновался то есть вот эта вот мысль которую я провозгласил и там зафиксировал себе в голове что я обязательно должен попасть на этот самолет это была что-то очень важное понимаешь у меня вот так раньше было что я же запланировал я обязательно должен вот это должно обязательно сто процентов быть так раньше такое было отношении а потом я понимаю что ну да я конечно могу планировать я могу ставить цели но мне нельзя этим жить потому что это всего лишь мышление То есть это всего лишь некое постулирование, определенное мышление. А живу-то я в реальности, оперирую я с реальными вещами. И если я делаю все возможное для того, чтобы попасть в точку Б, а вот вижу, что не попадается, ну и ладно, в чем проблема. Я приехал на место, я опоздал на самолет. Я просто сдал эти билеты и перезаказал на следующий рейс. Вот у меня последняя поездка в Москву, кстати, такая же была. Я полетел на день сделать свои дела и в конце дня решил вернуться обратно. Но шел день таким образом, так все складывалось, что то, что я обратно взял себе билет, я не успел. Раньше я бы парился сильно на эту тему, сейчас я абсолютно не парился. Я понимаю, а в чем проблема-то? Ну не успею я на этот рейс. Я себе приехал спокойно в это Домодедово и взял себе, поменял это, доплатил билет, купил на следующий. Подождал три часа и полетел следующим. Без всякой нервотрепки, без всяких неврозов. Понимаешь? Потому что я причина над своим мышлением. Понимаешь? Я управляю своим мышлением, а не мое мышление управляет навязчиво мной. Это называется осознанность. Это состояние постепенно возникает. То есть если ты уделяешь внимание этому состоянию, если ты это прокачиваешь, эту способность осознавать свой ум и понимать, что любые мысли — это просто мысли, то, естественно, если ты уделяешь этой ценности важное значение в своей жизни и прокачиваешь, прокачиваешь, как это делал я годами, то ты что? Рано или поздно добьёшься этой цели. Ты её прокачаешь. Но если для тебя осознанность не имеет никакого значения, ну ты будешь бесконечно в плену этих мыслей навязчивых, в этом неврозе жить. Тебе надо понимать, что такое невроз. Невроз — это одержимость какими-то мыслями, над которыми ты потерял контроль. Они слишком влияют на тебя. А если ещё точнее говорить, ты слишком придаёшь большое значение мыслям. Не надо придавать слишком большое значение мышлению. Мышление — это инструмент действий. Надо что-то подумать — сделал. Понимаешь, вот обдумал — сделал. Если что-то обдумал и видишь, не делается, ну проблемы нету, снова подумал, переделывал как-то это. Проблема большинства людей в том, что они бессознательны. Они стали жертвами своего ума, сложившегося в течение долгих лет. И они утратили способность управлять этим умом. У многих людей ум как обезьяна. Вот там бесконечные какие-то мысли скачут, и их болтает. Вот пришла какая-то спонтанная мысль, и всё. И повела его куда-то. Потом ещё одна мысль пришла, и ещё куда-то повела. И вот так они живут в этой болтанке. Естественно, что с ними происходит? Они не могут ни на чём сфокусироваться и что-то довести до хорошего состояния. Для этого нужен фокус, концентрация, которую, кстати, нам часто и прививают с детства. В детстве мы плохо концентрируемся. Потом нас постепенно учат концентрироваться. Ну хорошо, я приготовил интеллект-карту, давайте двигаться по интеллект-карте. Если я раньше вёл совершенно спонтанные трансляции, сейчас я начал это систематизировать и понимать важность и того, и другого. Вот начало было спонтанным, а сейчас давайте переходить, как это систематизировано. Так вот, однозначно не должно быть всё запланировано. Есть место для свободы, для спонтанности. Но есть место и для целей, и для планов в жизни. Если вы хотите, чтобы у вас что-то получалось, вам нужно уметь концентрироваться и доводить вещи до определённого результата. Тяжело это отрицать. Все люди, у которых какие-то вещи получаются, они концентрируются на некоем процессе и доведении его до определённого состояния. Вы будете это отрицать? Это имеет смысл отрицать? Нет, не имеет смысла отрицать. Имеет ли смысл отрицать вообще планирование как таковое? Нет, не имеет смысла отрицать. Имеет ли смысл отрицать постановку целей? Нет, не имеет смысла отрицать, потому что это имеет место быть в жизни. У нас есть такой механизм. Но одно дело, вы как-то сходите с ума по этим целям, и абсолютно ослеплены этим, и другое дело, вы управляете этими процессами. Вот это первый момент. Второй момент. В жизни человека есть два основных состояния. Это либо созидание, либо потребление. Вы можете поспорить с этим аргументом? То есть, либо мы что-то создаём, либо мы просто находимся в процессе потребления. То есть, вот можно, например, потреблять всё время информацию, чем занимается большинство людей. Они потребляют, 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 и ничего, и практически ничего из этого не создаётся. Вот это крайность, крайность отклонения. Есть другая крайность создавать, создавать, создавать и не потреблять. Это тоже крайность. Но, соответственно, нам нужно находиться в достаточном количестве созидания некой ценности для других, и в достаточном количестве потребления каких-то ценностей, которые важны нам в жизни. Информации, каких-то продуктов, услуг. Если есть баланс в этом, вы будете себя чувствовать хорошо, самореализованно. То есть, самореализация – это же творческий процесс, а творчество – это реализация и создание какой-то ценности для других. Но чтобы научиться создавать какую-то ценность, нужно сначала потребить, какую-то информацию потребить, довести это до понимания, разобраться, превратить в какой-то навык. И благодаря этому навыку и своей способности, ну, скажем так, таланту, интересу какой-то деятельности, начать что-то производить. Поэтому, если вы видите, что вы находитесь в своей жизни в состоянии потребителя, то есть вы нацелены исключительно на потребление, это отклонение. Если вы хотите опять провалиться в бесконечное созидание, это отклонение. Нам нужна всегда в жизни золотая середина, нужно за этим балансом следить. Вы в каком сейчас состоянии находитесь? Вы находитесь в состоянии бесконечного потребления? Или вы всё-таки уделяете достаточное количество времени и своей энергии в жизни для того, чтобы прокачивать свою способность создавать и предоставлять некий качественный, ценный продукт для других людей? Вот в этом вся фишка. То есть, если вы понимаете важность в созидании и трансляции ценностей, то тогда у вас постепенно вопрос с деньгами закроется, потому что платят-то вам за то, что вы производите и создаёте. Если вы всё время потребляете, если вы всё время настроены на потребление, кто вы будете? Вы будете бедны. Понимаете? Вот критерий бедности какой? Человек не транслирует, не производит, не создаёт ценный качественный продукт. Либо создаёт очень мало, создаёт так мало вносит ценности на таком низком уровне качества, что это оплачивают вот в таком небольшом размере. Ну вот. Так что потребление тоже будет страдать. То есть, если вы мало создаёте, если вы не креатор, если вы не создаёте что-то полезное в жизнь других людей, не вносите, то и потребление у вас будет страдать. Хотите много потреблять? Много производите. Делайте это на хорошем уровне. Ну, очевидные вещи. Или я не прав, или я ошибаюсь. Или деньги должны сами из рога изобилия появляться волшебным образом. Ну нет, нет, так не работает в жизни. Они сами не появляются. Вы что-то производите, создаёте. В том, что вы любите делать, соответственно, оно в том, что проявляет себя как какую-то область способностей. Да, никто вас не заставляет всё время заниматься тем, что вы тихо ненавидите. Всегда есть возможность обнаружить, что у вас к чему-то есть способности. Ну, нужно же за это взять ответственность и заниматься этим, да, начупать это. Да, кстати, иногда тупой труд оплачивается больше. Но не надо быть тупым. Не надо быть машиной. Не надо производить тупой труд. Да? Нужно, как говорится, с разумом делать всё. То есть разумно делать. У вас же есть эта способность? Разум. Нужно её прокачивать, развивать. Тогда вы будете делать с умом, с разумом. Ну, ум, я не люблю это слово, потому что это что-то фиксированное. С разумом. Давайте называть так. Так. Итак, вот домашнее задание, да, для вас первое. Да, оцените реально, вы что больше, ну, как бы, чему уделяете больше времени? Созиданию или потреблению? Это легко оценить. Это первая правда в вашей жизни. Если вы застряли в бесконечном потреблении, вы начинайте понимать, что происходит, начинайте вносить в это больше созидания. Так, ну что, двигаемся дальше. Созидание, да, созидание. Вот у меня тут первый тезис, как бы, по поводу созидания. У вас же есть определённые потребности, да, в получении важных вещей в жизни. Каковы эти потребности, да? Ну, если вы живёте в современном обществе, у вас есть потребность в крови, то есть, ну, нужно жить где-то, да, а потом есть потребность в еде, естественно, да, и потребность в одежде. Какие-то полезные вещи вам нужны, в том числе средства производства, инструменты какие-то там, не знаю, если вы занимаетесь в интернете чем-то, вам компьютер нужен, да, всё это обновлять нужно. Если вы занимаетесь инфобизнесом, там много всяких гаджетов, да, то есть есть определённые расходы, да. Потом географическая свобода, тоже вот многих людей всё сильнее интересует географическая свобода, потому что мы же сюда пришли получать, в том числе, впечатления. Какие-то впечатления. Есть такая тенденция у впечатлений приедаться, да, то есть если мы где-то находимся долго, ну, словно насыщение происходит, да, и требуются какие-то изменения. Вот в том числе, поэтому эта тема с географической свободой, она тоже набирает сегодня популярность, столько путешествий. Оно же не зря всё так, понимаете. Если бы это не было в природе вещей, если бы люди не были вот таковыми, любопытными, любознательными, так оно бы и не развивалось, понимаете. Эти бы все, сфера туризма, да, сфера путешествий, она бы и не развивалась. Ну, люди вот такие существа, они любят изменения, они любят какие-то новые впечатления. Поэтому отрицать это бессмысленно. Мы сюда приходим в том числе не просто для того, чтобы существовать, но для того, чтобы жить на хорошем уровне, жить интересно, да. Вот. И в том числе интересная жизнь включает в себя какие-то новые впечатления. Куда-то поехать, с кем-то пообщаться, новыми людьми, да, познакомиться. Это тоже имеет место быть. Плохо ли это или хорошо ли это? Это не плохо и не хорошо, это есть. В какой степени это вам важно, но это вам уже решать, да. Для кого-то это менее важно, для кого-то это более важно. Но в любом случае отрицать что-либо в жизни, что существует, бессмысленно. Оно существует, значит, у него есть место. Вопрос только, насколько вам это подходит, не подходит, насколько вы испытываете к этому интерес. Поэтому потребности есть и есть, да. Потом следующая вещь в плане созидания. У вас есть творческий потенциал. Я не видел ни одного нетворческого ребёнка. Вот сколько там у меня ребёнок, да, у моей жены подруги, дети разные, они все творческие, они все любят играть, им хочется что-то вносить, да. Хочется вносить. Просто потом со временем это замыливается, скажем так. Эта способность, вот эта креативность, она подавляется там благодаря разным факторам. Но нужно же понимать, что это у нас есть, этот творческий потенциал. Соответственно, нужно в себе его искать и постоянно поддерживать. То есть нужно вот этот драйв созидания в себе поддерживать. Вот это, вы не согласны с этим? То есть если вы не будете заниматься творчеством, то соответственно, как и всё, на что вы не тратите своё время, оно начинает деградировать. То есть если вы понимаете, о творчество это важно, это что-то созидание, да, созидание, производство в конечном итоге потом какой-то ценности, а потом эту ценность можно монетизировать, и можно за счёт этого получать вот эти вот универсальные как знаки эти титульные, да, и что-то полезное покупать, да. То есть это важно понимать, ну так устроено сейчас всё, что поделать. Вот люди договорились, общественный договор, обмен на деньги. Деньги нужны. Как получить деньги? Быть творческим, креативным, что-то создавать, развиваться в этом. Получится ли у вас, вот хороший вопрос, получится ли у вас творчески развиваться, не ставя цели и не планируя? Вот как вы считаете, получится или не получится? Может быть даже и получится. Можно взять холст какой-то вот, ну или лист бумаги и рисовать, просто рисовать себе для удовольствия своего. Особо цель никакой не ставишь, просто спонтанное творчество. Имеет такое место быть? Имеет. Только это в конечном итоге без определенного целеполагания и планирования не превратится в ценный конечный продукт. Понимаете? И опять же, действительно, что-то можно прикидывать. То есть ты когда начинаешь рисовать, вот я часто ловил себя над тем, что дочка меня зовет порисовать, пап, давай что-то порисуем. И такой вопрос, что будем рисовать? И все-таки же возникает вот эта первая генерация идеи, что мы будем рисовать. И, например, дочка мне предлагает, пап, слушай, давай нарисуем какое-то растение. А я как-то чувствую, а мне не откликается. То есть я вот чувствую, неинтересно мне сейчас растение. А что откликается? В любом случае приходит какая-то идея. Идея, что я хочу нарисовать. Идея приходит, и я потом ее начинаю осуществлять. Но я же ее не осуществляю идеально, как она мне представилась. Я просто имею некую идею, я ее развиваю в творчестве, смотрю, как идет, и что можно там в процессе, в этом творческом, сделать лучше, чем был этот эскиз. Идея это просто эскиз, да? Эскиз, как бы, тебя не обязывает к идеальному исполнению. Вот точно. Хотя можно и точно, вот особенно, когда ты с кем-то работаешь, с кем-то договариваешься, там желательно все как можно более точно сначала в эскизе договориться, чтобы потом, когда ты это делаешь, и другой человек участвует в этом творчестве, чтобы у вас была какая-то сонастроенность. Потому что, если нету этой сонастроенности, ты входишь в индивидуальное творчество, и отступаешь вообще от этого эскиза, другой человек приходит и смотрит, слушай, но мы же так не договаривались. Мы же с тобой договорились, вот я тебе сказал, что мне важно, да? То есть здесь уже есть элемент такой все-таки некой целенаправленности своего творчества. Потому что можно уйти совершенно в спонтанный процесс, но в конечном итоге тебе за это не заплатят деньги. И вот это важно учитывать, что ты делаешь, можешь делать творчество для самого себя, тогда без проблем. А можешь делать и направлять свой творческий потенциал на ценность для людей. Если ты делаешь для людей, тебе придется учитывать их потребности и то, как они это воспринимают. Тебе придется сонастраиваться с тем, как это видят люди. И никакой проблемы здесь нету на самом деле. То есть если они тебе платят деньги, а почему бы не учесть то, как они это видят, то, как они это хотят? Почему бы с ними не вступить в договор? Да? И делать это и как тебе прикольно, и как им прикольно. И находить все время вот эту золотую середину. Понимаете? во всем важна золотая середина. Не надо полностью прогибаться под них. То есть делать вот, чтобы они тебе навязывали и диктовали, что тебе делать. Не надо в это играть. Но с другой стороны и им навязывать тоже не получится. То есть если ты будешь пытаться навязывать им вот свое видение, свое понимание, люди тоже будут чувствовать, что что-то это какая-то фигня, мне вот, ну, не переживай с это моим. Понимаешь? Поэтому это такой процесс постоянной осознанной сонастройки. Если ты занимаешься каким-то творческим процессом, да, ты будешь ставить цели, ты будешь планировать. Только не надо быть фанатиком этих целей, не надо быть фанатом вот плана, что он обязательно должен быть вот именно так, эгоистический. Ты живешь в общей реальности, где кроме тебя существует множество других людей и множество других тоже целей, векторов. Здесь нужно учиться играть, учиться сонастраиваться и учиться делать такие игры, которые не только тебе эгоистически интересны, но и полезны и интересны для других людей. А как ты это сделаешь, если ты не будешь их учитывать, если ты не будешь с ними сонастраивать свое творчество? А никак, понимаешь? Никак. Гибкость, да. Гибкость, нужна гибкость. А как ты можешь быть гибкий? Вот ты, например, создаешь план на завтрашний день. Если это фиксированный жесткий план, то ты будешь страдать. Но ты можешь составить гибкий план и просто определить некие пункты как важные, как важные, а другие пункты как менее важные. И в любом случае нужно же быть адекватным реальности. То есть есть какие-то вещи, вот ну не идут они сегодня. Ну не идут, и ладно, что бороться-то с этим всем? Зачем стресс устраивать? Отложи, если прям совсем что-то не идёт, отложи. Потом вернись к этому снова. Но нужно же это куда-то выкладывать, понимаешь? Это нужно делать какой-то план в любом случае, фиксировать. Почему? Потому что если ты это не будешь делать, ты завтра проснёшься, у тебя это всё выветрится из головы. Понимаешь? Всё выветрится. Ты просыпаешься, просыпаешься, и у тебя словно нету больше маршрута. то есть ты становишься абсолютно спонтанной. Абсолютно вот ты идёшь от того, от чего у тебя рождается. В конечном итоге можно вообще прийти к тому, что ну какая-то пустыня. То есть вот я для себя вижу, что полное отсутствие вообще плана, ты становишься вот хаотичный какой-то, хаотичный. Вот мне неинтересно жить. То есть я в какой-то момент понимаю, что что-то у меня вообще производства нету ценности. Так, хорошо, двигаемся дальше. Так, сейчас один момент, попью водички. Вот, давайте ещё раз сконцентрируемся на важности планирования. Давайте я вам начну вот с чего, что у вас, как у сознания, есть фактически два только качества. первое качество это осознавать, воспринимать. И второе качество это мыслить, постулировать. То есть это два базовых качества духовного существа. Ещё Будда сказал, что всё есть мысль. То есть всё, что вы воспринимаете, это мысль. То есть вот эти вот как бы объёмные вещи, плотные, которые мы воспринимаем, это тоже мысли. Просто плотные образы. Понимаете? Поэтому фактически у нас есть два качества мыслить и воспринимать. вот плоды этого мышления. Иначе говоря, осознавать и постулировать. Что такое постулат? Вот вам важно понять, что есть постулат для духовного существа. То есть что такое для сознания постулирование. Это самосотворённая истина, то есть это самоопределённая мысль, которая начинает, останавливает или продолжает прошлое, настоящее или будущее усилия. Понимаете? То есть как эта Вселенная появилась? это было скажем так вот поле восприятия до поле осознание которое ничего не осознавала исходно но потом появилась первая мысль для того чтобы что-то появилось должно быть ну как бы появится некое первое колебание какое-то первое колебание вот этот первый постулат это первая мысль с этого все началось с этого первого постулата и вот поехала пошло-поехало там развиваться да но мы сейчас не будем в это углубляться я вам просто хочу сказать что если кто-то считает что он не должен вообще мыслить что он может попасть состоянии где он вообще не мыслит такое состояние не существует то есть вы не можете попасть состоянии где нет мысли вы можете попасть в состоянии где нету грубого мышления до вот этого механики словесно образного мышления там нету но тонкие мысли которые называются постулаты до или концепты они всегда были есть и будут понимаете и на самом деле все корни вот часто наших проблем они вовсе не находятся где-то на периферии в этом грубом мышление словесно-образном в постулатах все это растет знаете то есть мы на самосотворяли какой то хрени то есть какие-то ну полезные скажем так постулаты есть постулат которые стали бесполезны уже но мы их просто не осознаем они продолжают действовать это же самосотворенные истины для духовного существа понимаешь да и получается что ну в смысле как вообще не мыслить да то есть вот это восточная часто тема дети вообще не надо мыслить да вообще нужно выйти за пределы мысли да нужно понять что у тебя есть базовое качество осознавать вот часто многие люди они настолько погрязли как бы в мышлении в этом грубом особенно мышление в этих формах что они упускают все время вот этот момент что ты есть прежде всего осознание самовозможность воспринимать все это вот это часто выпускается да то есть что такое бессознательность это ты настолько по грязу живут и были в этих постулатах в этих образах концепциях мыслях что словно ты стал вот как замороженный в этом всем у тебя не осталось пространство расфиксироваться от этого ты собрался зафиксировался уснул в этом мышлении собрался в персонажа и свое базовое качество это что ты все это все равно продолжаешь осознавать и у тебя есть возможность также как бы ну расфиксировать свои мысли убирать какие-то постулаты да то есть отменять их ты можешь как создавать постулаты так и отменять их а вот это вот для многих людей в нереальности они чуть всю жизнь постулировали постулировали принимали какие-то убеждения копили представления и собрались в кого-то да и вот они сейчас такие плотные собранные моя почему так все плотно почему так все плохо почему я такой весь инертный привычные почему мне ничего не получается а потому что ты в этом всем уснул ты в это все собрался и потерял свои базовые качества разбираться из этого вот и вся история как бы ты просто собрался и стал бессознательный оказывается ты можешь из этого разобраться поэтому постулат сам по себе это не не зло то есть твое мышление не зло зло когда ты потерялся в своем мышлении ты стал следствием от своих и от чужих навязанных тебе мыслей ты собрался в какого-то персонажа который мыслит определенными фиксированными категориями и никак иначе то есть пытаешься поговорить с каким-то человеком слушай а ты вот пробовал вот так смотреть а у него сразу внутри диссонанс то есть этот как ну конфликт внутри в смысле а как а разве можно так смотреть да оказывается да можно не через какие-то привычные мысли смотреть а как-то по-новому да поэтому проблема ли в посту в постулировании в том что ты ставишь цели какие-то провозглашаешь как должно быть проблема в этом нет не проблема проблема когда ты застреваешь в этом что вот ты провозгласил что должно быть только так и все и теперь ты по другому не можешь смотреть на жизнь вот эта проблема то есть фиксированное мышление застрявшие вот эта проблема поэтому постулат как самоопределенная мысль которая начинает останавливает или продолжать прошлое настоящее или будущее усилия не проблема проблема это когда ты застрял в таком количестве этих постулатов что ты вообще стал следствием от них вот эта проблема как бы понимаешь потом следующий момент быть причиной сознания реальность а создания то есть быть причиной создания реальности или быть следствием от созданной кем-то реальности вот в чем вопрос то есть вот кто-то мне говорил что доверять вселенной да ну доверяй вселенной конечно но понимая что ты можешь быть либо полным следствием от этой вселенной и тогда ты будешь следствием чужих постулатов чужих каких-то планов чужих каких-то целей или ты все-таки можешь взять за это ответственность вносить определенное управление да и тогда ты можешь создавать в этой общей реальности нечто что тебе больше подходит да то есть ты можешь создавать эту реальность а можешь находиться под влиянием созданной кем-то реальности но это твой выбор опять же это выбор выбор бессознательности или осознанности если ты хочешь быть осознанным но тебе придется вернуть что ли управление в твою жизнь уладить в регулировать какие-то моменты потому что кто-то хочет например тебя использовать в своих целях и ты этого даже не осознаешь а ты как бы это переживаешь почему-то ну тут и как-то переживаешь конечно когда тебе что-то навязанное не переживается твоим ты будешь переживать как это как некое страдание как надо должен обязан да вот это вот что-то навязанное да ты будешь в этом мучиться до тех пор пока ты не поймешь это я что-то делаю что я не хочу делать то есть мне то это глубоко не откликается да то есть соответственно это не является моей реальностью это не является моей моей ответственностью моим управлением Я нахожусь под влиянием кого-то, кто-то создает мою реальность, кто-то мне задает стандарты, кто-то мне задает какие-то оценки, кто-то мне создает мою реальность. Так вот в этом-то и весь рост, почему одни люди, например, в найме работают, а другие люди создают собственный бизнес. Почему? Потому что одним нормально находиться под влиянием чужих целей, чужих игр. Ну то есть они на своем уровне как-то это нормально переживают. То есть играть в чужую игру для них нормально. Вы ни в коем случае не думайте, что играть в чужие игры это плохо. Это хорошо. Мы все играем так или иначе в какие-то чужие игры. Более того, это все, в чем мы находимся, это же не мы все создали. То есть есть вот некто, кто задал здесь основные вектора. Называется как бы нечто, ну богом называют, по-разному это называют. Был кто-то, кто создал основу, но потом на этой основе было коллективное творчество. То есть мы все вносим сюда тоже от себя что-то. Хотя можем не вносить, можем не заниматься. Можем просто пользоваться плодами других духовных существ, да. А можем создавать сами что-то вносить, можем создавать свои игры. Где тебе быть, это ну от тебя больше зависит как бы. Поэтому быть причиной создания своей жизни или быть следствием от чужих созданий, ну тоже твой выбор. И в каких-то ситуациях совершенно адекватно быть следствием по своей воле, следствием от других каких-то созданий. Например, мне не надо создавать свой самолет, чтобы куда-то летать, да. Мне не надо создавать свою сеть аэропортов. Это уже создано. Я просто пользуюсь плодами этого созидания. Это плохо или хорошо? Это отлично. Отлично, что кто-то играет в это и создает какую-то ценность для нас. Это просто замечательно, да. То есть, но, например, я могу находиться в какой-то игре, кто... И в этой игре как бы я не то чтобы получаю какую-то ценность, а теряю что-то. Вот всё время теряю, да. Всё время нахожусь в состоянии какого-то следствия подавленности, да. То есть подавленности чем-то. Это уже совершенно другая ситуация. То есть я уже словно нахожусь не по своей воле в какой-то игре, да. Не использую какие-то прикольные фишки этой игры, а меня используют. Меня используют для того, чтобы достигать их цели, но против моих целей, да. То есть мне это не откликается. В это тоже можно попасть. Потом, следующий момент. Вот следующий важный момент, что какие-то изменения в жизни, которые вы производите, не означают борьбу. Вот это тоже очень важно понять. Потому что многие люди постоянно борются с чем-то. Не надо бороться. То есть не надо быть против чего-то. Можешь что-то делать, делай. Если какие-то вещи присутствуют в твоей жизни, ты сейчас не можешь их изменить. Ну ладно, пусть будут. Пусть будут. Посмотри, может ты изменишь их постепенно. Или как-то это можно, ну, как-то можно это обработать постепенно. Зачем быть против-то сейчас? Зачем бороться с чем-то? То есть позиция против вообще бессмысленна. То есть, например, тебя кто-то подавляет. В твоём окружении есть человек, он всё время с неуважением относится к тебе и подавляет тебя. Чё бороться-то с ним? Зачем бороться? Нужно посмотреть, что можно предпринять. Привет, да. Что ты можешь предпринять? Как это во времени можно поменять? Чтобы прекратить, например, ну, это подавляющее воздействие на тебя. Ну вот это разумно как бы, да. А чё бороться-то с ним? Оставлять всё как есть. Вот многие, да, там, живут с людьми, с которыми у них постоянные конфликты. И вместо того, чтобы посмотреть, как разумно выйти из этой ситуации, как уладить, они бесконечно с ними в конфликте, в борьбе. Это бесполезно, это неэффективная стратегия. То есть это некая стратегия, которая ты много тратишь энергии на эту борьбу, а ничего не меняется в лучшую сторону. Понимаешь? Макс, это уже мудрость великого приятия не бороться. Слушай, это вот то, что ты говоришь, это какие-то непрактические вещи. Это некая великая, я к нему приду через 50 лет. Нет, это простая вещь. Ты её можешь прямо сейчас понять. Вот эта мудрость, она очень простая. Бороться ни с чем, смысла нет. Понимаешь? То есть быть против позиции, я против, и всё на этом. А нет смысла в этом. То есть если тебе что-то не подходит, находись в позиции, а хорошо, как я могу это уладить? Что я могу сделать для того, чтобы это поменять? Но я не против этого. То есть это сейчас есть, это присутствует, это некий факт моей жизни. Я ему даю пространство. Но если он мне не подходит, как бы меня не устраивает, хорошо, я же понимаю, что мне надо взять за это ответственность, что я могу предпринять, чтобы уладить это? Вот это разумная позиция. Понимаешь? Не быть против, но и не быть в полном пассивном вот этом состоянии. Ну ладно, всё, пусть будет так, как есть. А ты оставляешь всё как есть, а тебя этот человек начинает продолжать не уважать, подавлять, наступать на твои какие-то важные аспекты в жизни. Но фактически тебе с ним, ты через какое-то время понимаешь, не надо быть в этом общении. Но не идёт это общение. Он просто в каком-то деструктивном, негативном ключе смотрит на тебя. Он хочет тебя использовать, манипулировать, как-то вот управлять тобой в своих корыстных целях, но против тебя. Вот не уважай твоё пространство, не уважай твои границы какие-то. Таких людей полно. А ты продолжаешь часто вот быть в состоянии жертвы, и о, надо всё это принять и оставить всё как есть. То есть можно находиться в таком состоянии. Не будь жертвой, будь причиной, неси ответственность за это, но не борись. Не надо бороться ни с чем. Нужно брать и делать, смотреть возможности, какие есть, чтобы уладить. То, что тебе не подходит, то, что тебя подавляет, то, что твои динамики жизненные, вот жизненные, важные для тебя, сферы какие-то, что подавляет. Нужно с этим справляться, улаживать это. Так вот, следующий момент, цель, вот когда вы ставите цель, это постулат. То есть вы что-то вот делаете для себя важным. Но это мысль всегда, понимаете? Это мысль. То есть если вы уснёте в этой мысли, то есть если вы поставите цель и уснёте в этой мысли, то вы словно в какой-то момент перестаёте быть чувствительны и адекватны к настоящему, к тому, что происходит сейчас. Поэтому у целей есть место, но у настоящего более приоритетное место. Цели — это мысли всего лишь, то есть это некие постулаты, которые управляют вашей жизнью. Но ваша жизнь — это то, что происходит сейчас. Поэтому в первую очередь нужно быть осознанным, присутствующим в том, что сейчас происходит, и адекватным в отношении того, что сейчас происходит. Не забывая свои цели и не забывая то, как вы, возможно, планируете. То есть вы можете создавать некий план. Не надо игнорировать вообще это. Не надо игнорировать процесс какого-то созидания посредством постулирования. Не надо. Но и быть ослеплённым абсолютно вот этими мыслями тоже не надо. И вот когда вы перестаёте жить будущим и жить прошлым, а в первую очередь вы живёте здесь сейчас, вот это и есть осознанность, это и есть адекватность, это и есть разумность. То есть каждое действие должно быть разумно. То есть оно должно быть адекватно настоящему моменту, тому раскладу ситуации, в котором вы находитесь. Но не нужно вообще упускать этот элемент планирования и целеполагания вообще как таковой. Потому что если вы его отпустите, ну вот эта созидательность будет минимальной, креативность ваша будет минимальной. То есть чтобы креативить, нужно иметь точку фокуса. Во что это собирать? Вот как мы, помните, говорили по поводу рисования. То есть какой-то эскиз должен быть. Не надо отрицать вот это вот планирование, целеполагание как таковое. Потому что многие ко мне приходят и говорят, что это вообще не надо. А потом мы начинаем изучать факты их жизни, и у них в жизни что-то вот как-то всё не очень хорошо. Потому что они хорошую жизнь не хотят создать. Они не хотят вот словно поставить эти цели, и подняться по состояниям, и продолжать осознанно, разумно делать так, чтобы жизнь была интересной. И было и потребление достаточно, и созидание достаточно, и уравновешенно все эти вещи были. То есть если вы за это не возьмёте ответственность, кто за вас это сделает? Ну и вот дальше у меня тут по плану, что план — это ментальный эскиз предстоящих действий и изменений. Всё. Это ментальный эскиз. То есть вы что-то намечаете, куда вы двигаетесь. А как идёт движение, вы уже смотрите по ходу этого движения. Потом давайте рассмотрим вот такую вот вещь, как критическое состояние деятельности. Потому что большинство людей находятся вот в этом критическом положении вещей в их жизни по разным областям, и считают, что это норма. То есть что такое критическое состояние деятельности? Давайте я вам объясню. Вот смотрите. Первый момент, который важно понять, что в жизни существует всего условно три состояния. То есть это расширение развития, это стремление оставаться неизменным, стабильность, да, и сжатие или уменьшение деградации. Здесь важно пояснить, что на самом деле никакой стабильности нету. То есть когда вы видите некую стабильность, вот вам кажется, что вы находитесь в стабильности, это уже начало деградации. То есть стабильность, это нет расширения, а значит идёт обратный процесс. То есть нету никакого ровного состояния. Вот вы даже на графиках можете видеть, на графиках всего, вот что имеет графики, оно либо поднимается, либо опускается. То есть эти метрики определённые, которые отражаются в виде графиков, они всегда либо вверх, либо вниз. Иногда они могут туда-сюда держаться, вот на каком-то уровне, но если вы, опять же, не следите и не вносите какое-то созидание во что-то, оно будет спускаться вниз. Поэтому вот это первые три состояния, которые вам важно понять и оценить, в каких областях вы находитесь, в каком состоянии. Вы там в развитии по метрикам находитесь, в опускании или в некоем ощущении стабильности. Что есть по сути опускания? Нужно адекватно смотреть на эти реальные показатели в жизни и понимать, что вы в каких-то областях можете деградировать. И если вы деградируете, если уже началась деградация, это и есть критическое положение вещей. То есть вы из нормального, норма это постепенный рост, постепенный рост. И это естественное состояние для жизни, постепенное расширение. То есть если человек жизненный, скажем так, в нём много жизни, то он будет постепенно развиваться всю жизнь, расширяться. Но если с ним что-то там произошло, он отпустил какие-то вещи из поля осознания, и перестал ответственным быть за них, то он постепенно начнёт деградировать. И мы видим тоже очень много примеров. Людей, которые в своей деградации спустились в самые пучины. Вот, например, люди ходят по помойкам. Такое есть тоже. То есть отпустил контроль и по своим состояниям спустился в апатию уже. В апатию, в состояние опасности. То есть это вот когда человек ходит и уже побирается, это состояние опасности, и он так потихонечку к несуществованию скатывается. Так вот, есть вот эти три условно состояния, которых на самом деле два. И чтобы хорошо выживать, нужно что? Что нужно, чтобы хорошо выживать? Нужно постоянно расширяться и развиваться. Не будете расширяться и развиваться, будете плохо выживать. Будете скатываться в это состояние существования, и всё будет плохо постепенно. Поэтому где вам быть, опять же, решайте вы. Так, и последний момент. Вот какова формула выхода из критического состояния? Пять шагов. Первый шаг. Производите, содействуйте распространению. Второй шаг. Измените основу своих действий. То есть, человек почему деградирует и скатывается? Потому что у него формируются привычки деструктивные, неразвивающие. И он повторяет одно и то же, что его скатывает постепенно вниз. То есть, он привыкает действовать неконструктивно, деструктивно, например. Или ничего не производить. То есть, можно привыкнуть ничего не созидать. Просто потреблять. Войти в такую привычку потребления. И можно ничего не производить. И если вы будете продолжать это делать, вы попадете в критическое положение обязательно. Соответственно, нужно здесь изменить саму основу. На втором шаге изменить основу своих действий. То есть, сделать ваши действия более созидательными, более конструктивными. Третий шаг. Экономьте. Начинайте экономить. То есть, если вы находитесь в критическом положении, вам нужно экономить. То есть, нужно сокращать свои расходы, затраты, энергии. И перенаправлять это на что? На производство и на содействие в распространении. То есть, поменьше потреблять, иначе говоря, побольше производить. Понимаете? То есть, в критическом положении что нужно делать? Побольше переключаться на созидание, поменьше просто потреблять. Потом четвертый момент. Четвертый момент. Будьте готовы предоставлять свой ценный продукт. То есть, будьте готовы каждый день собираться на этой ценности и предоставлять, предоставлять, предоставлять. То есть, если у вас плохие статистики, вы скатываетесь вниз, то вам нужно учиться предоставлять. И тогда ваши статистики пойдут вверх. Ну и пятый момент. Эта формула, она как бы берется из технологии, это не я ее придумал. Укрепляйте дисциплину. То есть, если критическое положение, вот в критическом положении нужна высокая дисциплина. То есть, нужно принять ответственность и понять, что я начинаю скатываться в жопу. И если я сейчас это не прекращу, если я не возьму за это ответственность, если я не начну внедрять дисциплину в свою деятельность, то я буду скатываться вниз и дальше, деградировать. И никто за меня не возьмет за это ответственность, и никто эту дисциплину вместо меня не введет. И если ты уже в таком плохом состоянии, что ты прям не можешь самодисциплинироваться, иди в коучинг, иди кому-то в наставничество, и пусть он тебя отчасти возьмет за тебя ответственность. Плати за это деньги, если они у тебя есть. А если у тебя нет этих денег, тогда тебе придется быть собственным коучем. И ты можешь быть и собственным коучем. Ты можешь понять это один раз. Вот это просто вопрос понимания. То есть, многие люди находятся в некой, в такой прострации, они не понимают, что происходит. Они не хотят смотреть на правду, не хотят смотреть на реальное положение вещей. И они находятся в такой прострации, может само все наладится. Я буду ждать сейчас, и когда-нибудь появится настроение, появится хорошее состояние у меня, я начну действовать. Нет, если ты не возьмешь за это ответственность, если ты уже находишься в деградации, а как оно появится? Нужно взять за это ответственность, потихонечку продвинуть себя по состояниям. И тогда все появится. Укрепляйте дисциплину, пятый шаг. Ну и еще я хочу вам рассказать о том, как я, то есть мое планирование, да, то есть как я вообще в прошлом, вот благодаря чему у меня получилось в прошлом. Я всегда имел to-do-лист, то есть я имел лист, в который я писал, что важно сделать. То есть у меня всегда был блокнотик, я практиковал не электронный, да, to-do-листинг, а любил писать. У меня был блокнотик, и раньше я просто важные вещи туда писал. То есть я оценивал обстановку и видел, в чем сейчас потребности, да, то есть я не просто придумывал свой план. Я всегда шел от того, в чем сейчас есть потребность, то есть где у меня плохие метрики, где у меня критическое положение, да. То есть если у меня где-то плохие метрики, плохое положение, значит туда надо вносить больше созидания какой-то ответственности, да. И нужно, соответственно, планировать в этих областях, что я буду делать. То есть, например, если у меня провал по здоровью, да, ну мне надо что-то делать с этим. То есть нужно планировать что-то, что будет меня потихонечку потягивать по здоровью. Да, да. Ну и получается вот, то есть у меня опять же здесь написано, я вам читаю, вот, тудулист, да, оцените обстановку, в чем давно есть потребность, составьте список предстоящих дел, есть место для спонтанно возникающих дел, оставьте место, что есть там пространство для того, чтобы делать не все как робот по плану, а есть место для спонтанности. Оставьте для этого место, это нормально. И идите от реальности, учитывайте, что есть какие-то, вот есть какие-то дела по важности, вот смотрите, безотлагательные дела на сегодня. То есть есть вещи, которые, ну, вы словно не можете не делать. Хорошо вам, плохо, их важно сделать просто. Это то, что называется важно, да. Есть безотлагательные дела на неделю. То есть есть вещи, которые в эту неделю обязательно нужно сделать. Ну вот как не крутись, там плохо, хорошо тебе есть. А есть вот дела, которые требуют хорошего состояния, хорошего тонуса, хорошего настроения. Поэтому когда вы создаете этот план, тоже помечайте, расставляйте эти приоритеты. И играйте со своим туду-листом. Это не что-то, это не какая-то перфокарта, которую вы загружаете в свой мозг и как робот делаете. То есть играйте с этим туду-листом, не делайте жесткий план. Делайте такое планирование, в котором вам комфортно развиваться, вы чувствуете динамику развития и динамику роста. Где нет вот этого большого объема «надо, должен, обязан». То есть вы начинаете себя что-то выдавливать, принуждать. Вот этим заниматься не надо. Но опять же пустить на самотек и не брать ответственность и не вносить дисциплину, не понимать, что какие-то вещи важно делать, тоже нельзя. То есть есть важно, есть интересно хочу и есть важно. И важно это всегда вещи, которые ведут к развитию по статистикам, к созиданию, к производству какой-то ценности. Не все в производстве будет хочу и интересно. В производстве есть вещи, которые важно разумно делать, адекватно делать. Если вы не будете эти вещи делать, у вас будет скатываться ваше производство ценностей. Вы не сможете быть производящим что-то полезное и ценное без самодисциплины. Вот это я понял. То есть если нет самодисциплины, будете превращаться в это вот. Все идет как идет, и потом в какой-то момент вы понимаете, что-то не очень хорошо дела идут. Что-то я стал потребителем, а произвожу ценности мало. Ну смотрите за этим, осознанно контролируйте этот момент. Ну и в конечном итоге самая важная вещь какая? Какая самая важная вещь в этом всем? Брать и делать. Брать и делать. Когда вы что-то планируете, нужно брать и делать. И продвигаться по состояниям в разных ключевых сферах постепенно вверх. Подтягивая это. На этом все. Все. Мой план закончен. Я вам все, что хотел сегодня сказать, сказал. Берите, разбирайтесь с этим, внедряйте в свою жизнь, смотрите как идет, играйтесь с этим, берите и делайте. Что ждать? Находиться в режиме стендбай, ждать манны небесной? Ну я вот этим занимался какое-то время, не работает. На этом все, пока. До встречи. Остались вопросы какие-то, пишите в личку, пишите в комментариях, ставьте лайки, делитесь этой трансляцией. Пока-пока.